Доброго времени суток и микрофона Даниил Добро, вы на канале Дистри ПК. В этом видео мы рассмотрим рабочее окружение операционной системы Linux. Их достаточно много, минимум целых 5 штук. Основные рабочие окружения достаточно тяжелые, но по сравнению с операционной системой Windows, любое рабочее окружение Linux как минимум в два раза легче. Ну или хотя бы в полтора. Сначала мы рассмотрим самые легкие, средние лёгкости рабочие окружения, это окружение Mate и XFCE. Сейчас я показываю окружение Mate. Это окружение достаточно старое, а XFCE более новое, но оба этих окружения развиваются не так. так быстро, по сравнению с луном и КДЕ, которые будут чуть позже. Академию Mate и каяцейст Исказание 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 Академия Ди later В Каше Субтитры сделал DimaTorzok КДЕ На мой взгляд, это самое продвинутое окружение Потому что Gnome, он, во-первых, более тяжелый, как вы сейчас Пользуете, он будет самый тяжелый Именно по потреблению оперативной памяти И замечу, что, на мой взгляд, самое все-таки интересное оборудование окружения это КДЕ Плазма Потому что в данном окружении достаточно много всяких фишек, приложений по умолчанию И все это очень хорошо работает Добавок, КДЕ достаточно мало потребляет Но все-таки, наверное, для самого слабого ПК Лучше все-таки выбирать LXQ Либо XFCE Потому что, видите, все-таки рабочие окружения предназначены для слабых компьютеров Потому что все-таки КДЕ немножко больше требовательны именно к процессору То есть рабочее окружение много чего рисует с помощью процессора Конечно, я не знаю, насколько это прям верно или нет Но если прям кто-то совсем слабый, то все-таки КДЕ ставить на него не лучший вариант Но это, конечно, чисто мое мнение Если все-таки хотя бы 2 ГБ есть в кальтивной памяти То, в общем, даже КДЕ вполне сможет пойти Вместо Windows 7, разумеется Так, и в конце я подведу все итоги Вы сможете посмотреть, сравнить все сами Что и сколько потребляет оперативная память Также еще замечу, что есть еще раздел SWAP В котором тоже записываются какие-то данные То в Windows тоже есть подобная система Когда на диске выделяется область для хранения каких-то временных файлов Но не все его ставят Так что можно не особо не обращать внимания Вроде бы в большинстве системов, которые мы посмотрим Он не особо-то задействован Вот мы и заканчиваем наш обзор Надеюсь, вы выбрали для себя Правой человеком Жене На этом у меня все Благодарю за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки До встречи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok